Я всех вас приветствую, мои дорогие друзья и зрители. Сегодня у нас будет достаточно нестандартный видеоролик. Я поговорю с вами о том, какие проблемы у меня происходят в эти несколько дней, буквально в 2-3 дня, чтобы вы поняли всю такую мою маленькую трагедию, почему я не могу выкладывать ролики, что за причина, кто меня заблокировал и какие небесные силы не хотят, чтобы я вам показывал Луну, Солнце и другие небесные объекты, в том числе инопланетян и все остальное. Давайте же по порядку. Несколько дней назад я снимал видеоролик о природе, точнее с природы, о Солнце, о Луне, о том, что действительно сейчас видны различные объекты в небе, в том числе космического или инопланетного происхождения. Мы снимаем очень часто Луну, но опять же, сразу же хочу вас заметить или вам заметить, что при съемках Луны, неба и всего остального нам с вами требуется какая-то определенная техника или аппаратура, на которую можно производить весь этот процесс. Так вот, самая главная причина в том, что я не могу делать ролики или, скажем, не успеваю вовремя, так как я раньше делал видеоролик в день, примерно, ну, может быть, иногда один ролик в два дня, но старался сделать всегда один ролик в один день. Сейчас у меня произошло такое маленькое, можно сказать, несчастье или проблема. Техника, на которой я снимаю свои видео, она просто-напросто сломалась, вы понимаете? Ну, точнее, сломалась она уже давно, несколько дней назад, но я все рассчитывал, что ее починю, отремонтирую, никак не получается. Все это касается, конечно, тех самых видеокамер, на которых мы с вами, ну, и постоянно, через которые снимаем видео, ведем видеозаписи. Мне часто говорили, что нужно приобрести мне более мощную какую-то видеокамеру, телескоп, там что-то еще. Опять же, все это стоит достаточно много денег, чтобы мы с вами понимали. Ну, конечно же, любой из нас это и так знает. Те, кто думают, что у меня всего находится одна видеокамера, и я с такой легкостью могу снимать видео, где-то там гуляю, потом мне нужно приблизить самолет, я его приближаю, или нужно посмотреть на Луну, пожалуйста, вам Луна. Не все так просто, чтобы вы понимали. И на самом деле у меня техники достаточно много, но, опять же, вам повторюсь, к сожалению, она сломана. Причина такая не очень приятная, я вам скажу. Даже вот сейчас, мне кажется, немножко правая часть экрана позеленела, если не ошибаюсь. Возможно, да. Но причина такая, что техника не выдерживает долгих съемок, и, возможно, не просто так. Как я понимаю, сама система или вот эти небесные силы стараются нас с вами заблокировать, вы понимаете? Для примера вам просто покажу и расскажу о видеокамерах, которые у меня есть, и на которые я снимаю свои видео, чтобы вы поняли мою горечь утраты и ту проблему, из-за которой я не могу просто снимать вот эти небесные объекты. Смотрите. Показываю вам свою первую видеокамеру, которая у меня была вообще, с которой я начинал свой канал. Вот такая вот серого цвета. Это Panasonic HC-V510. Уже здесь стерлось название, но, может быть, внизу будет видно. Panasonic HC-V510. Сейчас он у меня уже давным-давно не работает, но все первые видеоролики я снимал именно на эту видеокамеру, чтобы вы понимали. Шикарная камера. Начинал я снимать на нее видео в Голландии, потом в России. Все ролики первые о Луне сняты, в принципе, на нее. Года полтора или даже два я ее использовал, эксплуатировал. Потом она у меня запищала. Потом появился зеленый экран непонятный. Ну, в общем, в конце концов она сломалась, но камера идеальная. Вот сейчас покажу вам, что с ней происходит при включении. Она вот так пищит, ничего не показывает. Потом, в общем, экран загорается. Там все мутно сгорело. Там не только матрица. Ну, вот видите, сейчас включилась. Опять резкости нет. Все просто вот мутное такое. Приближение не работает. В общем, ничего не работает. Вот это моя первая камера. Моя самая любимая, чтобы вы понимали. Скажу сразу, что сейчас я веду съемку вот этого видеоролика на точно такую же видеокамеру, как вот эта Panasonic HCV510. Но проблема в том, что и она сломалась. Это была моя вторая основная камера, благодаря которой мы видели все наши ролики о Луне и вообще о небесных светилах. Она буквально тоже, скажем так, дышит на ладан. Скоро она сломается. Затем у меня есть вот еще, смотрите, вторая камера Panasonic. Тоже хорошая уже такая. Более качественная, если по сравнению с этой, это старенькая, потертая. По цене, смотрите, вот эту видеокамеру я покупал в 2017 году, просто зайдя в магазин Lombard, магазин БУ вещей. И, знаете, где кто-то сдает камеру, покупает. БУшную камеру купил. И вот она мне служила два года, снимая Луну и тому подобное. Она накрылась, я ее разбирал, всю перебирал, к сожалению, сломана. Сейчас, почему я не выпускаю ролики? Потому что тоже больше двух дней, почти три дня, провозился, не отрываясь, разбирая до болтика все вот эти камеры. Но, к сожалению, ремонту не подлежат. Вот эта видеокамера накрылась полностью. Там нужно менять матрицу, нужно там, в общем, увеличение не работает, трещит, там все скрипит, моторочки. В общем, эта камера негодная, к сожалению. Но можно внутреннюю часть заменить. Это стоит, я не знаю, сколько надо искать. Или какой-нибудь дубликат, или, может быть, тоже БУшную камеру. Но, в общем, как-то менять. Вот эта камера Panasonic HC-V510, она достаточно хорошая. Она у меня полностью рабочая. Пожалуйста, открываешь, все снимает, видно меня. Но у нее слабая матрица, всего полтора мегапикселя. Ну, матрица, это, значит, заквадраченное лицо. Также она с фонариком, очень хороший вариант. И я могу вот этой камеры ночью снимать. Фонарик на меня светит. Вот так идешь, из себя снимаешь, видимость отличная. Но для Луны она слабая. У нее маленький оптический зум, там в 30 раз всего лишь. Хотя написано, что 50, но там это интеллектуальный зум. В общем, эта камера хорошая, но она слабая. Я на нее вообще никогда не снимаю. Буквально несколько видео вечерами, когда мне нужно подсветить себе лицо. Все. Эта основная камера сломана. Эта камера просто слабая. Вот у меня есть еще одна камера. Третья. Это уже камера Panasonic HC-V520. Она без аккумулятора. Купил я ее себе как донора, как помощника, чтобы отремонтировать вот эту первую мою камеру. И ту, на которой мы сейчас с вами снимаем, друзья. Всего у меня четыре вот таких вот видеокамеры Panasonic получается. И в итоге ни одной нормальной нет. Единственное, рабочая, это вот эта хорошая. Но у нее слабая матрица, слабое увеличение. Она не для видео, не для YouTube. Вот эти, короче, сломаны все. Купил вот эту камеру за, получается, 400 рублей. Думал там внутри разобрать. Какие-нибудь штучки сюда вставить. Но ничего не помогло. Внутри тут треснутые стекла. Полностью разбит у меня. Вот видите, экран тоже пришел. Но мне так и тот человек говорил, что все сломаны. Эта камера тоже очень хорошая. Она точно такая же, как Panasonic HC-V510. Только это Panasonic HC-V520. Здесь есть Wi-Fi. Можно было ввести удаленную съемку. А так, по характеристикам, они полностью одинаковые. Короче, нет у меня вот этой камеры. Нет у меня вот этой камеры. Они все полностью сломаны. Вот эта камера слабая. Я сидел, скажем, дома и где-то ездил. Все искал, все запчасти. В общем, получается, три дня я просидел, чтобы просто попытаться отремонтировать себе вот эти камеры. Секунду. Помимо этих камер, есть у меня, конечно, вот такие еще камеры. Вот, например, это не GoPro, а китайская камера S-GCAM. Покупал ее год назад или уже год-два назад. За 11 тысяч рублей. Вот такая камера S-GCAM. У нее хорошая матрица 11 мегапикселей. Но ходить только днем снимать. Она трясется, дергается. Эта камера, ну, такая для... Ну, не подойдет мне, потому что картинка будет не очень красивая, и звук слабенький. Вот у меня четвертая камера. Точнее, уже не знаю, какая. Есть у меня камера сейчас самая хорошая, но она не для увеличения луны, а просто прогуливаться нам с вами, куда-то там ходить, снимать. То есть, ежедневные, как это, съемки. Вот у меня основная камера. Это Sony. Sony AS300, чтобы вы понимали. Где-то здесь написано. Нет, не знаю. В общем, это Sony AS300. Надеюсь, видно там в экране. Вот таким образом она выглядит. Камера Sony. Ну, думаю, многие из вас знают эти камеры Sony. Экшн-камеры. И получается, что у меня, друзья? Вот столько у меня камер. Плюс на шестую я еще снимаю. Но, по факту, у меня техники нету, понимаете? И у меня большое горе в связи с чем? В связи с тем, что я не могу для вас снять луну, вы понимаете? То есть, побегать где-то, погулять вот этой камерой я могу. Можно и вот такой вот камерой поснимать. Но она слабенькая есть. У меня, конечно, вот и штатив. Там я снимаю со штатива луну. Понятное дело, все это есть. Ну, по факту, как вы сами видите, все камеры для луны у меня сломаны. И даже сейчас мы ведем съемку в правом верхнем углу от экрана. Вы можете посмотреть вот здесь, видите, полоска зелененькая. То есть, она накроется в ближайшее время. Я сегодня ее тоже полностью разбирал. Пытался менять матриц, что-то еще. Но все, она уже дышит наладанно. Получается, самая большая проблема у нас со всеми вот этими видеокамерами, друзья. Видите, какая куча. Ой, падает. Сейчас я уберу. Чтобы вы понимали, что и как происходит. И почему иногда кто-то выпадает из обоима или из колеи, можно так сказать. Это большая проблема, по крайней мере, для меня. Да и так, я думаю, для любого бы человека, кто занимался видеосъемкой какой-то любительской или профессиональной. В любом случае, для нас с вами камеры незаменимые и очень нужны. Вот именно вот эти вот все модели, например, Panasonic HC-V520, Panasonic HC-V510, они не выпускаются. Это достаточно старые модели, уже 2013 года, около 7 лет, 8 даже. И они их не выпускают. Вот эти, скажем, власти или те, кто контролирует весь мир, просто-напросто перестали выпускать камеры с увеличенным оптическим увеличением, вы понимаете, зумом. То есть, они, вот эта камера увеличивает 80 раз, ну там с помощью интеллектуального увеличения. В 150 раз она может увеличивать с помощью цифрового увеличения. И очень хорошо видно Луну, мы сами замечаем звезды, все, мы на нее смотрим. К сожалению, вот эти камеры, они сейчас перестали выпускать, и все фирмы там, Panasonic, Sony, выпускают в основном камеры. Ну, разрешение такого матрицы хорошее, то есть, съемка хорошая, качественная, но увеличение там, может быть, в 20 раз, но не больше. Очень слабое увеличение, чтобы вы понимали. Как будто бы система запрещает людям вести съемки качественные, хорошие на небесах. Вот у меня большущее горе, то, что я остался без нормальной видеокамеры. И в любой момент теперь, когда мне потребуется что-то снять, вот пролетит на небе, и я даже не знаю, за что хвататься. Или брать совсем старую камеру, но которая увеличивает, ну, слабенько, в 30, в 60, тоже Panasonic V500. Но качество у нее вообще нехорошее, и звук такой слабенький. Вот сейчас я записываю просто на видеокамеру, без микрофона, без всего. Сижу в машине, вам показываю все свои проблемы и, так скажем, сложившиеся обстоятельства. Знаете, я прошу как бы не вашей помощи, не хочу, чтобы мне там кто-то там очень супер поддержал, помог. Я прошу как бы такой подмоги небольшой у Вселенной, у самой Вселенной, пусть она меня услышит. Я ведь как бы пытаюсь разобраться в нашем мире, что действительно происходит. А для этого все-таки нужна какая-то техника, аппаратура. Помимо того, что человек должен быть любознательный, как-то всем интересоваться, уметь сопоставить различные факты, но нужно еще и в руках иметь вот какую-то аппаратуру. К сожалению, у меня этого сейчас нет, и это большая проблема для меня. Я не опускаю руки, но констатирую такой факт, что, знаете, вот иногда, если потребуется что-то в необходимый момент снять, приблизить, и у меня не получится, понимаете, не получится вот просто достать и снять камеру. Не работает, нет, вот никакая тут аккумулятора, экрана разбит, не работают камеры. Купить их можно бэушные, я посмотрел в Авито, там есть за 12, за 10 тысяч. Вот, кстати, на видеокамеру, которую сейчас я вам снимаю видеоролик, она вот копия вот этой камеры, Panasonic HCV510, я купил ее тоже бэушную примерно год назад, купил на сайте Авито за 12 тысяч рублей. Ну, вот она год послужила, и все, ей, ну, кранты, она все портится. Вы сами видите, и фон зеленый, и много проблем все равно. Я ее все не разобрал, собрал, но если все-таки зелень остается, значит, она будет увеличиваться, и, скорее всего, съемка в скором времени на нее тоже будет невозможна. Ну, буду надеяться, что хотя бы немножко она пофункционирует. Вот такой вот у меня, знаете, вот зов о помощи ко всей вселенной, и плюс объяснение мое к вам, чтобы вы понимали, почему в данный момент произошел какой-то застой, я затормозился. Да просто-напросто я говорю, вот эту кучу, можно сказать, уже хлама или железа, перебираю, ремонтирую, просто другого нет. Вот все, что у меня имеется, основные камеры, вы видите, сколько их? Пять штук, плюс шестая я снимаю. Плюс я покупал видеокамеру тоже какую-то Panasonic, оказался очень слабый, я ее брал за 4000 рублей, подарил ее, потому что, ну, та вообще непредугодная была для съемок. Может быть, вы что-то мне посоветуете, какую видеокамеру купить? Вот вы понимаете, вот их целая куча. Конечно, недорогую, я не миллиардер, не миллионер, все в пределах разумного, что-то купить, может быть, даже не новую. Может быть, у кого-то есть старый, можно мне прислать, я заплачу деньги, там, допустим, не как за суперновую, но я оплачу. То есть, мне нужно найти какой-то выход, каким образом мне с вами вместе продолжать снимать Луну и космос, но на хорошую оптику. Потому что, вы сами понимаете, что все камеры ограничены, особенно современные, специально урезали у них увеличение вот это, чтобы мы не могли рассматривать подробности, основные происходящие на небе и со всеми светилами, друзья, небесными. Хорошие, конечно, камеры, допустим, это Nikon P1000, Nikon P900. Но это фотоаппараты такие, они имеют 125-кратное оптическое увеличение. Классные камеры, в принципе, о них я мечтаю, но у меня никогда не было. Может быть, у кого-то есть Nikon P900, P1000, но лучше, конечно, P1000. P900 снимает примерно, как моя видеокамера, а хочется, чтобы немножко помощнее. Или хотя бы камера вот такая, как у меня, Panasonic HCV510 или HCV520, или аналоги, может быть, у кого-то имеются. Ну, в общем, порекомендуйте мне, как мне выйти из положения, чтобы продолжать к вам снимать ролики в хорошем качестве о Луне и еще лучше, чем я снимал. Потому что вот эта техника у меня ломается, накрывается. Я купил микроскоп, вы знаете, у меня есть микроскоп. Покупал его, получается, ну, где-то там 14 тысяч, ну, с каким-то стеклах, около 15 тысяч рублей мне обошелся. В принципе, я беру все не так дорого. То есть, какие-то видеокамеры я вот за 12 взял, какие-то вот это я за 2 тысячи покупал 3 года назад. Так, это я покупал, не помню, тоже за около 2 800, что ли, года 2 назад. Все они бэушные, понимаете, это не новые камеры. Единственное, две новых камеры, это я покупал вот эти вот. Это Sony AS300, вот эта беленькая. Я ее покупал где-то год назад за 23 тысячи рублей. И вот эта S-GCAM, это цена я 11 тысяч рублей, тоже покупал год-два назад. Вот эти я брал новые. Но это просто такие беговые, чтобы ходить, снимать на них видео. Чтобы снимать Луны, Луну нужно иметь вот именно такую камеру с хорошей оптикой, друзья. Жду, конечно, от вас вот этого мнения, вот этой поддержки какой-то. Не обязательно, не прошу вас там присылать мне видеокамеры или там фотоаппараты. Может быть, в комментариях напишите, какую технику мне приобрести. Может быть, где-то подешевле. Может быть, конечно, телескоп. Но телескоп такая вещь, нужно к телескопу опять купить еще видеокамеру. Нужен какой-то переходничок, чтобы снимать. Телескоп хороший, стоит от миллиона рублей и выше, чтобы вы понимали. Никакие там не 50 тысяч, не 60, даже не 100. Телескоп стоит больше миллиона рублей. Профессиональный, хороший. Все остальное, это шушера, будет снимать чуть лучше моя видеокамера или примерно так же. Плюс к ней нужно будет еще много оборудования. Ну, в общем, просьба такая. Скажем, недорогой бюджет видеокамеры. Можно бэушную, может какую-то еще. Но я предполагаю до 20 тысяч. Но до 20 тысяч это должна быть прям хорошая-хорошая камера. Как Nikon, допустим, P1000. Ну, такие прям классные. Или там P900, но лучше P1000. Если покупать по деньгам. Может быть, вселенная мне как-то... Вот я пойду случайно, и вот он... Выиграю приз какой-то в магазин, в лотерею поиграй. Я не знаю, как она у меня появится, но я прошу помощи у вас и небольшой поддержки... Ну, точнее, я прошу помощи у вселенной и небольшой поддержки у вас, мои друзья, чтобы вошли в мое положение. Все видео снимаются обязательно на какую-то технику. И нужно, чтобы эта техника была рабочая. Чтобы было приятно смотреть на картинку, ну и на все остальное. Вот так вот я отвлекся от темы. Смотрите, у меня есть предположение, что все это происходит не просто так. Скорее всего, меня блокируют вот эти какие-то небесные силы. Или в ближайшее время что-то произойдет на небесах важное, и я не смогу, не успею эту снять. Или же просто вообще меня хотят заблокировать, чтобы я вообще ничего не мог снять. Вы понимаете? Просто ломаю технику, и вот она портится, и все. Хотя вот у меня столько камер, и нет ни одной камеры, чтобы снять луну. Вы понимаете? Какая-то черная безумная полоса. Если у кого-то тоже сейчас идет какая-то полоса невезения или проблем, ну напишите тоже в комментариях. Давайте обсудим друг друга, поддержим. Ну что ж, надеюсь, вы меня услышали. Я, конечно, не всегда снимаю видеоролики на камеру. Иногда я по-другому обрабатываю видео различные. Ваши картинки, фотографии. Ну и часто я снимаю ролики для вас через видеокамеру, и особенно луну. С этим у меня большие проблемы. Надеюсь, все наладится. Вы меня услышали. Почему я немножечко сейчас вышел из колеи. В любом случае, я остаюсь на связи. Мы скоро увидимся, друзья. Говорю вам на этом, кстати, до свидания. Ждите мои видеоролики. Завтра обязательно новое видео. Ну что же, поехали. Пока. И... Бум!